Месяц Геннадий Андреевич Академик, член Президиума Российской Академии Наук, директор физического института имени Лебедева РАН, председатель совета директоров институтов РАН, научный руководитель Института сильноточной электроники Сибирского отделения РАН, научный руководитель Института электрофизики Уральского отделения РАН. Спасибо. Я учился в Томском политическом институте, и в конце 50-х годов профессор Воробьёв, который был моим учителем, Александр Никимирович Воробьёв, который был учеником профессора Тартаковского, очень известного физика, приехавшего из физико-технического института, который работал вместе с ЙОФом. И Тартаковский работал в физико-техническом институте в Томске, организованном в 1927 году, имел группу молодых, талантливых людей, и одним из них был Александр Никимирович Воробьёв. В 20-е, 30-е годы, особенно в 30-е, конечно, годы, решались проблемы электрификации страны. И вопрос о электрической прочности диэлектриков, вот знаете, всё, что сейчас гирлянды различные, там, включатели-выключатели, тогда это было срезвычайно актуально. И вообще говоря, конечно, всю свою основную карьеру ЙОФ и его ученики делали именно на этом. Александр Никимирович Воробьёв как раз был специалист в этой области. Я сейчас просто нарисую одну картинку, и вы увидите, с чего всё началось. Оно началось вот с того, что вот этот катод, анод, вот сюда вставляется твёрдый диэлектрик, прикладывается, ну, какой-то источник электрической энергии. И если источник импульсный, то фактически, меняя длительность импульса, развитие разряда, вот начинается здесь электрический разряд, ну, грубо говоря, искра, и, как правило, это прозрачный диэлектрик, нужно определить скорость передвижения этого разряда. Ну, примерно, если положим сантиметрового промежутка, это будет время передвижения примерно 100 наносекунд, ну, наносекунд, наномиллиардная доля секунды. И нужно было, меняя длительность импульса, показать, на какую длину распространяется, и фактически определить скорость развития разряда. Но для того, чтобы это можно было сделать, требовалась новая импульсная техника. Электрическая энергия существует в виде постоянного тока, то, что у вас в батарейках, в телефонах и так далее, в виде переменного тока в сетях, 50 герц, 50 раз в секунду все меняется, и в виде импульсов. Значит, импульсная техника начала развиваться с того, как появилась азбука Морзе, то есть длинные штрихи – это длинный импульс, короткие штрихи – это точки фактически, потом стала микросекундная техника уже развиваться, это имитация грозовых явлений, радиолокация и так далее. А здесь требовалось наносекундное. Но наносекундное, но высокое напряжение и достаточно большие токи. И вот фактически мне, как студенту, была такая поставлена задача – сделать дипломную работу и получить длительность фронта импульса одну наносекунду. Ну, напряжение достаточно было примерно 30 кВ. Фактически с этого времени, вот 1958 года, значит, я стал заниматься этой проблемой, и в результате этих исследований родилось то, о чём я буду говорить в этой лекции. Электрические импульсы, кратковременные импульсы можно получать очень… Я просто нарисую совершенно простые схемы, которые, по-моему, в школе проходите. Вот обычно положим конденсатор, заряженный до напряжения какого-то у нулевое. Вот здесь имеется некий ключ, по значимому К1. Вот здесь какая-то нагрузка, сопротивление нагрузка – это может быть всё, что угодно. Это может быть сопротивление, может быть рентгеновская трубка, СВЧ-источник и так далее. Замыкая вот этот ключ, мы вот здесь получаем вот такой импульс напряжения. По экспоненте это время напряжения. Ну и фактически, определяя на высоте 0,1, 0,9, мы получаем длительность импульса. Если у нас ёмкость маленькая, вот сравнительно, то мы можем получить довольно короткий импульс. Но самая главная проблема – это ключ. Вот всё, что я нарисовал, в таком виде, вот такой получается импульс, ну, грубо говоря, с нулевым фронтом, если ключ имеет сразу нулевое сопротивление. Вот ты его замкнул, и он сразу имеет нулевое сопротивление. Фактически это не так. И в сущности, вместо этого получается время переходного процесса в ключе какое-то, а потом уже идёт по экспоненте. Вот, собственно говоря, если говорить вообще так фундаментально, то по существу вся импульсная энергетика, о которой я буду говорить, – это поиски ключей. Всё на этом стоит. И мощные лазеры, и все проблемы звёздных войн, и сейчас, наверное, секундная радиолокация, рентгеновские импульсы и прочее, прочее. Сейчас об этом я скажу. Вот это первый способ, так его назовём, получения импульсов – это с ёмкостным накоплением энергии. В ёмкости накапливается, включается ключ, идёт сюда. Вторая возможность, когда подключается, положим источник, ну, можно даже постоянного тока, здесь имеется индуктивность, тут имеется ключ, ну, он вначале замыкается, замкнут, а тут стоит вот сопротивление, какое-то R, назовём мы просто R, этот ключ, накопление энергии происходит так. Это источник постоянного напряжения, ну, фактически, может быть, даже и конденсатор. Источник постоянного напряжения, ключ замкнут, он разряжается, и в индуктивности накапливается энергия. Если здесь энергия накапливается, энергия С, ёмкость Су нулевое, квадрат пополам, как вы знаете, квадрат, то здесь накапливается энергия L, L, и квадрат пополам. Когда речь идёт об очень мощных импульсах, мощность которых измеряется, положим, мега-джоули, то наличие вот этих конденсаторов, он делает эти установки абсолютно огромными, гигантскими эти установки делают. Поэтому вторая проблема – это поиски ключей, но не только ключей замыкающих, но и ключей размыкающих. Потому что в индуктивности практически эффективность накопления энергии, то есть джоули в кубическом каком-то пространстве, в сантиметре, в метре квадратном, можно накапливать почти в сто раз более ёмко. Если говорить честно, то вся проблема решения «звёздных войн», так скажем, почему не удалось энергию солнечного излучения, положим, перевести в энергии мощных импульсов, а там только так можно было эти проблемы решать, то это состояло в том, что фактически не было эффективного ключа для решения этой проблемы, именно ключа, который бы размыкал огромные токи, вплоть до миллионов ампер. Вот, собственно говоря, вот на этих двух принципах, вообще говоря, и построена вся энергетика, потому что после тех маленьких совершенно, после тех маленьких энергий, которые я когда-то получал в конце 50-х годов, в дальнейшем потребовались энергии уже огромные, значительно большие в этих импульсах. И сегодня уже такая энергетика позволяет работать с токами до десятка миллионов ампер, с напряжениями до десятков миллионов вольт. То есть это уже энергетика, которая существенно больше, чем тераватт. То есть в одном импульсе при длительности в десятки наносекунд можно получить электрическую энергию, в импульсе 10, 12, 13, и сейчас даже имеются установки, в которых практически 10, 14. Что такое 10, 12? 10, 12 ватт – это суммарная мощность практически всех электростанций мира вместе взятых, но, естественно, в стационарном режиме. И эти установки становятся, конечно, очень большими. На практике обычно схема с накопительным конденсатором используется не очень часто, скажем. Если нам требуется строго прямоугольный импульс, а вот в том эксперименте, о котором я говорил, им нужен прямоугольный импульс, чтобы канал разряда распространялся при одной и той же напряженности поля, то обычно вместо конденсатора используют длинную линию. Я не буду рисовать. Длинная линия – это обычно коаксиальная линия, это или коаксиальный кабель, или труба, в которой вставлена еще одна труба и заполненная диэлектриком. И вот в такой системе, если сопротивление нагрузки равно волновому сопротивлению, то можно получать фактически полностью прямоугольный импульс, но опять же зависит от того, как работает ключ. То есть я вот сейчас нарисую вот такой прямоугольный импульс. И этот импульс, значит, длительность этого импульса будет две длины пробега линии, это размер линии, и разделить на скорость движения волны. Но скорость движения волны зависит при неизменной, при обычной магнитной проницаемости, полагая, что она относительно величина и равна единице, это получается скорость практически сравнима со скоростью света, скорость света, и эпсилон, а здесь скорость света. То есть фактически, если мы имеем диэлектрик, диэлектрик, если мы имеем диэлектрик с большим эпсилоном, в частности, например, вода имеет диэлектрическую проницаемость 81, а простой диэлектрик, там, предположим, полиэтилен и прочее, порядка двух. И поэтому можно иметь длинные импульсы при очень маленькой длине реальной, потому что, когда нужно иметь длинные импульсы, то линии могут быть сравнимы с десятками метров. Здесь также, естественно, основную роль играет играет вот ключ, который, ну, та же самая схема, только стоит вместо конденсатора, включается линия. И в качестве ключей, замыкающих ключей, все исследования, которые проводились, и это была колоссальная проблема, очень много различных конференций по физике плазмы, по полупроводникам, по магнитным явлениям, фактически были направлены на поиски эффективных ключей для различных напряжений, для различных средств и так далее. Вот про замыкающие ключи можно сказать следующее. Это газоразрядные ключи, то есть когда имеются два электрода, значит, каким-то образом возблюдается разряд, проскакивает электрическая искра, и таким образом, значит, вот время проскакивания искры, это и есть время роста, уменьшения сопротивления. Вакуумные ключи, жидкостные ключи, при очень больших токах по 1 миллионам ампер, в качестве среды, вот между электродами используется жидкость, это может быть вода или трансформаторное масло, твердотельные ключи, то есть просто используется диэлектрик, вот фактически в 61-м году, когда я кандидатскую диссертацию защищал, то я обнаружил, что вот при пробое диэлектрика время его пробега можно сделать таким, время пробега канала сделать таким, что время замыкания будет на уровне наносекунд. Потом уже, когда стали американцы, и мы заниматься очень мощными ключами, то мы делали много таких каналов, и мы получали твердотельные коммутаторы. Магнитные коммутаторы, когда берется подмагничивание большое и пропускается ток, то происходит перемагничивание, и при перемагничивании фактически можно получить очень короткие времена. Ну и полупроводниковая, которая основана на эффекте, который был обнаружен у нас в Екатеринбурге молодым ученым Рукиным, доктором наук, известным очень человеком, который фактически позволил создать новый класс, я об этом скажу попозже, новый класс приборов, так называемый SOS-эффект, семиконтакта opening switch effect. Ну, что касается размыкающих ключей, есть ситуация посложнее. Первое, что было придумано, это, конечно, взрыв фольги, то есть фольга, по фольге пропускается огромный ток, вот, фольга перегревается и взрывается. Но это оказалось неэффективным, нужно постоянно фольгу менять, но у нас в Томске профессор Котов, Юлия Александровна, к сожалению, покойный, придумал метод, когда вместо фольги набирается очень много микронных проводников, и микронные проводники обрываются значительно быстрее. Таким образом удалось получать наносекундные длительности и очень короткие времена изменения сопротивления. Ну и вот полупроводниковые ключи, о которых я говорил, так сказать, насос-эффекти, то есть они могут быть и на замыкание, и на размыкание. Там оказалось, что вот насос-эффекти можно получать, там ситуация такая, что в полупроводниках такое свойство было обнаружено, при очень большом токе, порядка 10 в третий ампер на квадратный сантиметр, их сопротивление резко возрастает. Ну, это связано с плазменными эффектами. И при резком возрастании, значит, можно вот здесь, как в индуктивности, вот здесь, при резком возрастании сопротивления, грубо говоря, отключение, значит, там возникает импульс напряжения. И еще один эффект, это уже прибор, который был придуман нами, так называемый инжекционный терротрон. Ну, вы, может быть, знаете, терротроны – это когда при низком давлении газы, но обычно водородные терротроны, накаленный катод, вот, и имеется сетка, и за счет полного управления можно замыкать и размыкать. Мы же придумали, да, значит, он работал только, терротрон работает только на замыкание. Для того, чтобы можно было работать на размыкание, мы такое сделали предложение, два электрода, вместо катода используется металлическая фольга, и через фольгу пропускается очень короткий электронный пучок по наносекундной длительности. И когда мы, пучок начинается, идет ток, потом через какое-то время мы пучок выключаем, но он, собственно говоря, тоже связан с длительностью этой линии, мы получаем резкий поток. На основе теории искры, которая была предложена Ромпи и Вальселем, мы показали, что время коммутации, вот это вот время перехода сопротивления, время перехода сопротивления из бесконечности, потому что вначале ключ разомкнут, до того состояния, когда сопротивление становится много меньше нагрузки, вот это время коммутации при постоянной напряженности поля Е между катодом и анодом, это время обратно пропорционное давление. То есть нужно иметь, нужно иметь, если в одном сантиметре в воздухе, при обычном воздухе, в воздухе, других газах такого рода, при давлении один атмосфер, время этой коммутации примерно 10-15 наносекунд, то уже при 10 атмосфер можно получить наносекунду. При сотне примерно атмосфер можно получить время на уровне 10-10 секунды. С другой стороны, если у нас постоянное давление, например, постоянное давление, то это время коммутации пропорционально квадрата напряженности поля. Это значит, что если мы прикладываем импульсы напряжения, то можно получить большую напряженность поля в несколько раз превышающую ту, которая имеется положено при атмосферном давлении. И вот эти фактически наносекундные техники основаны на том, чтобы иметь или большое электрическое поле, или иметь высокое давление. И тогда обычные газоатрядные коммутаторы с двумя электродами активно очень работают. И на этом основана практически вся наносекундная техника. сейчас я покажу просто те схемы, которые были использованы. дело в том, что на одном конденсаторе, как правило, не может быть очень большое напряжение. Поэтому нужно иметь систему, как это напряжение умножается. Иметь много конденсаторов, но в нужное мгновение, чтобы все эти напряжения прикладывались. Первая схема, которая была предложена в Германии в 30-х годах прошлого века, это так называемый генератор Маркса. Очень крупный инженер Эрвин Маркс немецкий предложил эту схему и при помощи этой схемы получил напряжение в десятки мегавольт. В начале 30-х и 20-х годах высокое напряжение десятки миллионов вольт получали в Альпах, очень много есть статей, когда делали огромное, фактически вызывали грозу на себя и наблюдали, то есть ставили большие стержни или металлические или такие типа цепей, и электрический, когда происходил разряд, они получали напряжение миллионы вольт. И Марс предложил вот такую схему, когда много конденсаторов, они заряжаются последовательно одним и тем же напряжением, а потом при срабатывании замыкающих обычных газоразрядных коммутаторов все эти напряжения складываются воедино. Это схема Маркса. Схема Фитча, когда тоже конденсаторы заряжаются от одного и того же напряжения, но здесь имеется индуктивность, когда при замыкании ключа происходит разряд, получается синусоиды. Если так синхронизовать, что все максимумы и минимумы совпадают, то вообще на первом максимуме можно получить перевернутое напряжение, можно получить напряжение, которое будет равно числу конденсаторов или числу этих ступеней. Очень большим прорывом, надо сказать, как ни странно, это случилось уже где-то в 70-х годах, было предложение использовать так называемый линейный трансформатор. Линейный трансформатор, когда много катушек, вот вы видите, много конденсаторов, они независимы друг от друга, они включаются и имеется один первичный виток. Этот один первичный виток работает на один общий вторичный виток, и от каждой этой самой, вот этой ЛЦ, этого самого одного витка, получается умножение напряжения. На этом принципе можно получать микросекундные импульсы, но они используются для того, чтобы получить нужное напряжение, то, что я писал, у нулевое, вот это вот напряжение, чтобы оно было большим. Такие напряжения, эта идеология вся была развита в работах Бориса Михайловича Ковальчука, моего ученика, студент когда-то был у меня, который сейчас уже академик, международный лауреат, кстати, премия Эрвина Маркса, вот, и лауреат государственной премии и так далее. Просто хочу сказать, что на всех, на всех этих делах вырастали великие люди. Да, кстати, вторая схема, это трансформатор Тесла, так называется, это два магнитозвязанных контура, вот первый контур коммутатора замыкается, и во втором контуре возникает биение, то есть получается по синусоиде, но вначале маленький, потом пик, потом больше, больше и так далее. И вот в первом максимум максиморум, то есть в биении, значит, делается так, чтобы в это время использовать то напряжение, до которого будет заряжен конденсатор Т2. Эта схема очень широко применяется, ну, Тесла вы все знаете, это человек, за которым много различных слухов, следы бесспорно выдающихся. Ну, вот это вот показывают различные коммутаторы, я не буду подробно говорить, я уже о них назвал, ну, и конкретное воплощение вот этих вот генераторов Марса. Вся американская технология основана на генераторах Марса. Когда мы в третьем году вместе с профессором Смитом, Нином Смитом получали премию «Глобальная энергия», то Инн Смит отметил, что разработанная в России техника линейных трансформаторов имеет очень много преимуществ перед той технологией, которая была у американцев разработана на основе Марса. Надо сказать, что у нас фактически использование проволочных прерывателей, линейные трансформаторы были, почему эта идеология активно развивалась, мы очень бедно жили. Мы в 76-м году я создал институт ценно-точной электроники, у нас было очень мало помещений, и мы делали всё, чтобы иметь индуктивные накопители, чтобы быстро обрывать ток. Нам хотелось иметь те же параметры, что у американцев, но американцы для того, чтобы получить создательный генератор, ускоритель, они имели огромное совершенно помещение для этой цели. Поэтому мы активно развивали линейную технологию трансформаторов и различных прерывателей. Здесь конкретно показано L1-L2 это трансформатор Тесла, вот тут R2 это разрядник, который замыкается, то есть тот самый ключ, в котором высокое давление. Ну, а весь этот узел, можно не обращать внимания, это узел есть не что иное, как фактически диод. Вот по существу это первый ускоритель уже электронов, ускоритель электронов в наносекундном диапазоне. Работа была выполнена в 66-м году, она была сделана независима от американцев, у американцев первая работа была сделана в 67-м, 68-м годах, но у американцев был одиночный импульс. Они получали, используя для зарядного устройства генератор Вандеграфа и получали один импульс в несколько минут. Мы сразу стали получать 100 импульсов в секунду, это было исключительно важно для развития технологии. Вот здесь показан уникальный объект, это называется ГИД-12 с прерыванием тока при помощи плазменных, так называемых плазменных прерывателей. Вот вы видите энергозапас 3,7 мегаджоуля, вот в то время, когда делали это были 80-е годы, у него было 5 миллионов ампер, 4,7 миллионов ампер, сейчас при помощи, после того, как он был преобразован, получено 10 миллионов ампер тока на нагрузке, и я скажу, что это исключительно важно, потому что сейчас эти системы активно, фактически, это последняя надежда импульсного термоядерного синтеза, потому что на лазерном термояде и на синтез, считайте, что помер, потому что американцы вложили несколько миллиардов долларов в свою установку в Оливьер-Море и получили мегаджоуль, но ничего не получили, вот, была длительная эпопея электронных пучков для термояда, и ионов пучков для термояда, я имею в виду, импульсный термояд, в отличие от токамаков, сейчас только одна вот надежда использования очень больших токов для того, чтобы сжимать оболочки, где находится необходимый смесь для термоядерного синтеза, вот, и это вот основано вот так на этих системах, вот здесь внизу показан один из элементов, здесь очень много, вот видите, зеленый и желтый, это генераторы Марса, они работают на одну нагрузку, а вот здесь вот внизу это вакуумная линия, вакуумная линия, внутри которой встроен плазменный прерыватель. Дело в том, что был обнаружен эффект, кстати, в Советском Союзе в Сухуме впервые был обнаружен эффект, если ток постепенно в плазме повышать в импульсном режиме, то начиная с какого-то тока плазма резко увеличивает свое сопротивление. Время Академии Завойски на этом эффекте думал, можно термояд делать, потому что он увеличивает сопротивление нагрев плазмы, вот, он так и назывался самым нелинейным сопротивлением используется здесь. плазменные, так называемые, эрозионные прерыватели были использованы как раз на этой установке Борис Михайловичем Ковальчуком, вот, и он эту установку как раз создал, фактически, после этой установки он и стал, у нас, получился академическую степень. Вот это уже более подробное изложение, я не буду говорить, это очень уникальная установка, фактически, одна из трех в мире установок, в России сейчас самая эта крупная установка, больше нету, еще установка есть, близкая к этому, в Троицке, в организации Средмаши Тринити, вот, но там она тоже работает на схеме Маркса, ну, вы знаете, идеи Маркса умерли, и не только в идеологии, но и умерли в технике, умирают потихоньку. Вот это вот схема, еще одно повторение, линейных трансформаторов, ну, вот видите, один стержень, этот стержень, фактически, является вторичной обмоткой для всех вот этих трансформаторов, у каждого под одной обмотки. Ну, вот это вот здесь, вы видите, водяная линия, вот, первая, вот, под блоком 5, значит, там микросекундным линейным трансформатором заряжается водяная линия, внутри, вот там, видите, стоит такой, 6, это, так называемые, обострители, они уменьшают ток, этот водяной накопитель разряжается на второй водяной накопитель, на третий, а в конце стоит нагрузка. В качестве нагрузки может быть Z-пинч, может быть лазер, может быть электронный пучок, и онный пучок, и все, что угодно. Ну, вот это вот реальное воплощение уже, вот этой вот системы с линейным трансформатором, в 79-м году я впервые об этом докладывал на ПАЛС-Пауэр-конференции в Техасе, это произвело очень большой эффект, вот сейчас мы до сих пор фактически лидируем в этом направлении, и американцы сейчас испытывают некоторые свои схемы, приезжают у нас в Томске. Вот это еще один из таких машин, СНОП-3 так называемый, вот это вот установка, которая была создана уже во Франции по очень крупному контракту, поставлена туда, вот, и французы полностью работают на нашей технологии, ну, а вот в это время, когда они запускали, видите, какая гигантская установка, когда они запускали, Борису Михайловичу Ковальчуку, у него был какой-то юбилей, вот видите, на здесь, Happy Birthday, Борис. Вот, ну, это уже детали этой технологии, значит, каждый виток разбивается на отдельный контур, вот видите, и каждый кусочек, каждый кусочек захватывает свою долю индуктивности, и, в общем, короче говоря, это уже детали, так сказать, его. Ну, естественно, что когда вот такие огромные машины, с такими огромными, большими объемами, то, учитывая наш опыт при создании института, не было, я еще раз повторяю, площадей, все были молодые, мне было 40 лет, я был директор института, вот, уже 10 лет как доктор наук, и у меня было вот такие же молодые ребята, как вы, и нужно было, потому что нужно было исследовать, что такое пучок, откуда эта эмиссия идет, и так далее. И тогда, в общем, мы стали заниматься так называемыми малогабаритными системами, ну, они примерно вот где-то до сотен киловольт, но они очень маленькие, то есть, те эксперименты, которые, положим, американцы, европейцы делали на больших установках, мы могли делать здесь, имитируя, ну, удельные параметры. Вот здесь целый набор этих генераторов, они используются для электронных пучков, для покрытия полупроводников лаком, там, и так далее. Кроме того, значит, есть рентгеновские аппараты, и самое интересное, это, конечно, СВЧ-устройство, вот это Родан-303, СВЧ-устройство, которое фактически длительное время, примерно 6-7 лет, может быть, даже 10, не имели конкурентов в мире, и мы их продавали, и на это, вообще говоря, жили, когда был создан институт серно-точной электроники, а потом уже в 87-м году был создан институт электрофизики, куда я переехал, и тоже я создавал этот институт, здесь вот присутствуют мои ученики, вот я, профессор Баренгольф, Серёжа, ученик, считай, с 80-го класса сразу. Вот, и вот эти вот установки мы делали, и они сейчас очень широко используются везде, вот, в разных странах. Но все эти установки работали или в одиночном режиме, или в импульсно-периодическом режиме. Ну, здесь показаны импульсно-периодические разрядники, те же разрядники, которые я говорил, но они должны очень точно запускаться с пикосекундной точностью. Пикосекунды – это 10-12 секунды. И на базе вот этих разрядников и вот этих вот установок, которые я показал, вот это вот прецизионные разрядники системы РОДАН, вот это всё о них, я деталей не буду говорить. А вот здесь показано, вот как этот РОДАН, как он работает, вот линии. Для того, чтобы иметь, не иметь слишком длинную линию, используется спираль, спиральная линия. Вот видите, там вместо прямолинейной используется спиральная линия. Вот. И при помощи таких систем, при больших давлениях, вплоть до сотни атмосфер, иногда это бывает и водород, значит, можно получать, мы уже перешли от наносекундной техники к пикосекундной технике. Это очень интересная область, ну, например, при помощи пикосекундной техники, исследуя электрические разряды, нам удалось показать, это последняя работа моего ученика, членокорсподента Иландина Михаила Ивановича в Екатеринбурге, значит, он смог в электрическом газовом разряде в воздухе фактически все тепловые электроны перешли в режим убегания, и можно получать электронные пучки пикосекундной длительности прямо в атмосферном воздухе. То есть фактически может настать время, когда никаких вакуумных регионовских трубок делать будет не надо, а можно будет вот таким образом это делать. Ну, вот здесь показана вот эта вот знаменитая работа по соцэффекту, вот как эти столбики набирались, Рукин создавал все это устройство, значит, в Чебоксарах нашли завод, который нам делал, вот, и это была очень большая работа с исключительно совершенно успехом. Вот уже генераторы на этой системе, они тоже и китайцы покупали, и покупают японцы, вот, Европа вся покупает, потому что что такое соцэффект и какой там пен-переход, об этом не знает никто, кроме Сережи Рукина, и мы даже не знаем. У него это ноу-хау. И вот как на этом генераторе при порядке миллиона вольт, вот такие генераторы работают, просто когда ничего нет, вот, подсоединяются два провода, вы видите здесь, какая мощнейшая корона, шесть метров, то есть вот вокруг это такой электрический разряд называется короны, вот, ну и на это вот, когда убирается вот этот вот выходной электрод, вот таким образом получается такие исключительно красивые плотинные образования. Ну, а дальше, естественно, мы получили энергетику, а ее нужно использовать. Самое, конечно, важное было научиться получать электронный пучок. Получать, когда мы сделали в 60-х годах первый ускоритель, то диод для ускорения был с накаленным катодом. Понимаете, импульс это 20-30 наносекунд, а там стоит плитка, самая настоящая плитка, которая греет катод, чтобы традиционным образом получить это дело. Но параллельно мы занимались и физикой вакуумного разряда, о чем я буду говорить во второй лекции. И занимаясь этим мы обнаружили нечто такое, что показалось нам фантастическим. Оказалось, что можно получать эти импульсы без всякого накала. Ну, это вот просто показаны, было сделано два открытия. Это открытие явления взрывной электронной эмиссии, о которой я сейчас расскажу. И когда открытие это явление было, то мы использовали электронные пучки взрывной эмиссии для того, чтобы вместо тлеющих... Тлеющий разряд не может гореть. Вы знаете, лазеры там на тлеющем разряде были, вот эти самые лампы горят, тлеющий разряд, но тлеющий разряд только работает при низком давлении. То есть как только давление повышается, начинается канализация, то есть нету объемного разряда. При помощи электронных пучков мы получили объемные разряды в десятках атмосфер, при давлении десятки атмосфер. Мощность газоразрядных газовых лазеров увеличилась в сотни, а иногда тысячи раз, мощность в импульсе. И вот это как раз явление, за которое мы получили тоже второе открытие. Ну, а здесь уже все приборы, которые делались на этих эффектах. А вот теперь несколько слов, как это явление было открыто. Вот я вам показывал два электрода. Значит, вот вы видите вверху анод, внизу катод. И по мере того, как развивается разряд, вот это вот время три наносекунды. Вот это не покадровая съемка, тогда еще не было развертки. Мы снимали как бы просто включали оптические приборы в различное время. Вот видите, вначале нет никакого света, потом появляется на катоде, потом дальше, но в это время растет и потом в конце концов появляется на аноде и перемыкается. В нынешней интерпретации вот здесь это время подготовки, пробоя, время пробоя. Вот это все является электрической искрой, а вот это уже загорается дуга. Вот видите, здесь стационарный ток, здесь загорается дуга. Мы на этих приборах смогли зафиксировать очень малый свет, усиление, усиление света было примерно миллион раз, почти миллион раз. Все это было в наносекундном диапазоне. Вот. Смотрите, что получается. Вот тут темное пространство, вот здесь появляется плазма, а тут есть ток. Стали, оказалось, что это электронный ток. Все считали, что электронный ток может быть только от автоэлектронной эмиссии. Но вот здесь автоэлектронной эмиссии нет. Вот здесь она появляется. Но спрашивается, почему? Сейчас я объясню, почему это происходит. Вот это потрясающая совершенно вещь. Это в 66-м году было в моей докторской работе. Вот. Вызвало огромный интерес. И как это было объяснено? Оказывается, что любой катод, любая поверхность, как бы она чистой ни была, она в конечном счете, на ней возникают вот такие вот микроскопические выступы. Это вот профили в электронных микроскопах. В некоторых случаях, когда сильно перегревается металл, вот это вот была работа покойного академика Сипьяна, вот просто такие усы растут, называются вискерсы. И вот на этих, ну вот это вот грубое выражение, так сказать, это самая формула Фауэнергейма для автоэлектронной эмиссии. Оказывается, вот на этих выступах усиление поля может достигать сотни раз. То есть при внешнем приложенном поле между катодом и анодом миллион вольт на сантиметр, реальное электрическое поле на кончиках этих острий может быть десять восьмой, то есть сто миллионов вольт на сантиметр. При таком поле десять восьмой вольт на сантиметр уже возникает огромная плотность тока. Плотность тока миллиард ампер на квадратный сантиметр. Вот это было уже новое вещи, которые были сделаны нами. Ну вот это показано, как происходит взрыв, что вот прикладывается напряжение. Если этих острий мало, их не хватает, то при приложении электрического поля через некоторое время за счет воздействия мощного большого поля возникают эти острия сами по себе. Ну вот здесь показано, что предпробойный ток, вот я уже говорил о втриэмиссии, потом задержка взрывной эмиссии, вот я объясню, что только взрывная эмиссия рос только при решении плазмы. Это закон степени трех вторых для движущей плазмы. Вот этот ток, который идет от автоэлектронной эмиссии до дуги, мы этот эффект назвали взрывная электронная эмиссия. Вот как раз взрывная электронная эмиссия, открытая нами, за что мы получили, я уже говорил вам, и самооткрытие, и несколько государственных премий в разных вариантах были получены, она позволила создать совершенно новое направление в электронике. Вы знаете, микроэлектроника, наноэлектроника, это можно назвать мегаэлектроника, потому что именно электронные пучки позволяют тебе не только мегаваттные, гигаваттные и тераваттные мощности. Это была колоссальная надежда на то, что можно такие электронные пучки сфокусировав, получить термоядерный синтез. Это была эра несколько лет, 7-7 лет, пока не опробовали все, дошли до 40 почти миллионов ампер, но и научились сфокусировать, но ничего не получили. Ну вот примерно видите, как происходит процесс перехода. Вот это у вас внизу автоэлектронная эмиссия, это стеллограмма, и вдруг резкое возрастание тока, ну например, 1 ампер автоэмиссии приводит при возрастании тока примерно к 100 ампер. Если мы имеем много таких взрывающих систем, мы можем любой ток получить. Значит, это источники рентгеновского излучения, вот эта схема мощная, можно получать. Вот это вот уже разработаны генераторы, вот те же самые источники, о которых я говорил, используются для этого. Вот это вот электронные пучки, которые мы используем для того, чтобы маленькие, короткие электронные пучки для идентификации минералов. До использования этого метода можно было идентифицировать по спектру люминесценции только 300 примерно минералов, всего их где-то несколько тысяч. Сейчас мы можем любой минерал идентифицировать и устанавливать. Кроме этого, значит, используются эти электронные пучки для очень мощных излучателей СВЧ. Если раньше радиолокационные станции позволяли иметь там где-то мегаватты, то мы здесь спокойно можем получать тераватты. Но различные методы мы используем обычно верхнее Севенковское излучение, гофрированные волноводы, вот как они обычно работают. Вот целая серия этих машин, которые были разработаны. Вот эта самая мощная до сих пор машина, хотя была сделана в 80-е годы, мы на ней получили примерно в ваттах, это 5 на 10 в десятый ватт. Я Алексей Шатохин, у меня вот такой вопрос. Вы говорили, что в Америке производятся эти мощные системы, занимают огромные площади. У нас это производится и занимает на столе все располагается. Это вот при этом такие мощности располагаются на лабораторном столе и происходит лаборант, он при этом находится непосредственно вблизи к источникам. Насколько это вообще вредно? Нет, не думайте, что я хочу сказать, что у американцев плохие установки. У американцев много денег и нет проблемы с большими площадями, но если вам нужно получить мегаджоули в импульсе, в электронном пучке и больше, то конечно нужно иметь... У нас четырехметровый сервер, по-моему, в бункерах помещения в Томске были подземные, чтобы защищаться от радиации, но здесь-то я вам говорю, настольные установки, которые имеют до 300 киловольт всего. Они спокойно защищаются сантиметровым свинцом, нет никаких проблем, все делается под колпаком, все закрывается. Дело все в том, что они не могут друг друга заменить, но когда ты занимаешься физикой, что происходит в диоде, что происходит с электронным пучком, как возбуждаются лазеры и прочее, то физика одна и та же. Потому что и ты в метровом диапазоне расстояния проводишь эксперимент, или в сантиметровом, или миллиметровом, физика одна и та же. То, что я вам показывал, освещение и взрывная эмиссия, мы смотрели 0,3 миллиметра расстояние. 0,3 миллиметра, 30 киловольт было напряжение. И вот в 0,3 миллиметра мы смогли обнаружить этот эффект, вот этот переход автоэлектронной эмиссии в взрывную, и это имело очень большой эффект. Николай Пистовский, Геннадий Дедович, у меня вот такой вопрос. Вы говорили, что генератор Маркса уже отжили по своей концепции. А какие являются перспективными конструкции с вашей точки зрения? Генератор Маркса не отжившки. Он всегда есть и будет. И Маркс, так сказать, известен не только Карл, но и Эрвин Марс. Есть премия Эрвина Марса. Кстати, в России два человека награждены этим премием. Ваш покорный слуга и Борис Ковальчук, о котором мы говорим. Я просто хотел сказать, что для очень мощных машин, которые нужны для сверхмощного свеча источников и которые нужны для получения сверхмощных импульсов в лазерах, рентгеновские источники в частности, они используют, вам показывали эту самую разработку для французов, в них используется значительно более эффективное с точки зрения КПД, с точки зрения стоимости помещения используются линейные трансформаторы. Но линейные трансформаторы это не конечная часть генератора, это система для зарядки той же водяной линии, которую, если нужно на секунду иметь той же водяной линии с большим эпсимон, для того, чтобы получить нужный электронный пучок ионы и так далее. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ